Приветствую всех любителей незаметных убежищ под домом и не только, это мистер Преппер и мы продолжаем. У нас новый день, наступил недавно новый месяц, но дела никуда не делись, как бы это не звучало, да, нужно продолжать. Почитал комментарии, спасибо за комментарии, кто-то написал, что нужны куча ведер, штук 6-8, пока не вижу в этом необходимости. Типа оставлять можно только два ведра, да, остальные прятать. Наверное, потом понадобится больше воды. Так, мы тут что-то продавали вроде, да, но потом, это потом. Что еще, давайте пока паузу поставим, чтобы время не шло по поводу комментариев. Не палят ни соседи, ни почтальон каску и оружие, которое у тебя в руках. Пара комментариев об этом было, кого-то раздражает, что я постоянно их снимаю. Ну, к сожалению, вам придется потерпеть, господа дамы, потому что это дело привычки. Так, он стоит, да, он стоит. Я привык каждый раз, когда прихожу, снимать все это добро, и я буду этим дальше заниматься. Написали потом скинуть книги мои, которые я прочитал, да. Вот эту. Еще какая-то там у меня книга была. Короче, скинуть книги, а предыдущие книги разобрать, да. Чтобы была какая-никакая замена. По поводу генераторов. Второй генератор, да, говорит, ставь второй, может, и третий. Но генератор, я говорил, что я буду его сейчас ставить. В конце прошлой серии как раз мы просто не успели этим заняться. Но также был комментарий про то, что не ставь много генераторов, пары генераторов. У тебя на максимальном уровне верстака, или на третьем, или на максимальном, я уж точно сейчас не помню, будет другой какой-то генератор, наверное, который на топливе работает, да, и он будет лучше. А я разобрать его могу? Я могу его забрать и потом разобрать. Так что я пары генераторов-то сейчас в любом случае поставлю. А пока у меня не открыт верстак следующего уровня, я, в принципе, буду на пары генераторах. Далее написали, что огурцы, томаты и вроде еще что-то, кукуруза, это растения такие бесконечные, которые можно сажать, да, и с них неплохо лутаться, закручивать огурцы, в банки солить, они неплохо продаются. Что-то было еще про дерево написали, ходи в лес собирай дерево, но это и так делаю постоянно, да, когда есть время на это, соответственно. А, еще сохранение, что я говорил, сохраняется только на кровати. А, написали, что вот тут выскакивает надпись «Сохранено», я, честно говоря, не обращал внимания, когда ты, когда у тебя перс ложится вздремнуть. Я сначала подумал, что это работает только внутри игры, то есть пока ты не вышел, потому что когда выходишь из игры, там выскакивает сообщение, что игра сохраняется только после сна. Но нет, сейчас, когда я загружался, там были загрузки со временем в середине дня. То есть, действительно, можно сохраняться просто вздремнув. Спасибо за комментарий, потому что я что-то это пропустил. Мимоглаз, так сказать, да, просмотрел. Ладно, давайте продолжать. Так. А, я покупал это, металл. Да, чтобы сделать. Давай, досвидули. Что у нас со днем? У нас пятница, да? Угу. Так, опять соседка пришла. Только не говорите, что она опять за солью пришла. Нам еще надо в шахту сбегать. Я же в шахте, там это... Машину заправлял. Привет, сосед. Здорово. Вы знали, что в округе Мерикасвилля чуть ли не самая разнообразная природа в своей стране? Мне, конечно, не за чем выезжать из города, но красота неописуемая. До свидания. Бля, тут люди очень странные. И походка у нее очень странная. И вообще она странная. Один я, похоже, тут нормальный. Или наоборот, я один идиот, а все нормальные. Так, ставим второй парогенератор. Надо будет сходить в шахту. Надо будет сходить в лес. Отомстить волкам, которые надавали мне по тыкве. А заботы и дела, как говорится, никуда не деваются. Так, поставлю вот так, вот прям впритык. Чтоб места больше было. Есть. Вот, теперь у нас потребление упало. Блин, вот если бы показывалось постоянно. А тут очень странно, я уже говорил, это работает. Видите, оно на секунду появляется и пропадает. Но у нас потребление идет чуть меньше четверти. Ребята, это значит, что можем врубать на полную катушку все, что хочется. Так, а что мы можем врубить? Вот тут, во-первых, темно, как в аду. Нам надо сюда что-то посадить. Я вроде покупал даже семена. Гуарану. А, гуарану сушить, да, можно. Так, нет, подожди. Ящики. Мне еще написали, Лумис, сделай ящики. Их можно ставить один на другой, да, и в них хранить. Куча всего. Во, это вот такие ящики, которые мы встречали в шахтах. Но я что-то не вижу их. Кто-нибудь видит ящики? Стойка, кровать, койка, кофемашина, холодильник, лестница, лампа, ящик. Во, деревянные сундуки, вот о них мне говорили. Давайте скрафтим один. Вопрос, где его поставить. Тут уже места нет, я могу его здесь поставить. Где-нибудь. Бля, ну это очень далеко. Так, а я могу комнату вторую прорыть сюда? Нет, тут трубы мешают. Печальная ситуация на самом деле. Я могу бочки, наверное, отсюда убрать. Куда-нибудь. Куда-нибудь вниз. И попробовать сюда поставить сундук. Бля, сундук здоровенный. А я смогу его использовать, если он будет за лестницей стоять? Интересно. Если смогу, это вообще будет великолепно. Я, в принципе, мог ящик отсюда убрать. Ну ладно, ящик пусть стоит. Ну-ка проверим. Да, я могу им пользоваться. Отлично. Давайте, значит, бочки спустим сюда. Поскольку тут мы в дальнейшем, раз в игре есть генераторы, которые работают не на дереве, да? Не пары генераторы. В дальнейшем мы будем ими пользоваться. Они, скорее всего, работают на чем правильно? На топливе. Мы все это сейчас пока сюда поткнем. Я бы сюда, честно говоря, еще лампу повесил. Тут очень темно. Так, а здесь надо что-то посадить. Так, шкуру у нас ничего не весит. Давай с этой лампу одну скину. Семена. Я уже говорил, да, что мне писали уже ранее и написали не так давно, что агенты потом будут проверять. И тумбочки, и все дела. Это сейчас они такие лояльные добряки. А потом, как говорится, будет жестче. Надо будет к этому готовиться. По поводу гнилой еды писали. Типа, что ты ее не продашь. Вроде ее можно использовать как корм для животных. Если я буду... Газета у меня тут что-то делает. Если я буду выращивать животных, все-таки из этой делать сишки, да? Вот, давай кукурузу посадим и апельсин. То этим, возможно, можно будет кормить животинку, типа свиней или кого-нибудь в этом роде. Парник! Твою мать, апельсины в парник! Я не посмотрел. Ну ладно, давай гуаран посадим этот хоть. Так, а семена вообще что-нибудь весят? Бля, а вот семена весят. Шкура волка ничего не весят, а семена весят. Странное решение, ну ладно. Пускай это растет. Это я все скину сюда. Так, мне, во-первых, надо поесть. Что там с едой? А с едой все так. Так, мясо портится. Да, консервы написали, лумис, делай. Потому что они тоже будут приличнее. А я выключил, что ли, плиту? Да, я плиту выключил. Блин, за счетчик я, конечно, его терпеть не могу. Вот. Ну там, да хрена у нас энергии. Короче, два генератора полностью покрывает... Покрывает наши потребности в данный момент. Консервированный борщ. Морковный суп. Овощной суп. Но это для долгого хранения, это я понимаю. Пашкет из окорока. Из крысятины я могу чего-нибудь сделать, нет? Из капусты могу. Но нужна соль. А соль в шахте я могу добыть. Бля, крысятину я, наверное, так могу съесть просто? Или я могу жареное мясо, секунду? Жарная крыса. Давай крысу пожарим, сейчас испортится просто все. Ее съедим сразу. Да, он сейчас в уморок у меня грохнется. Я уже сегодня никуда не успею сходить. Можно сбегать в шахту, на самом деле. Время еще есть. Там морковь уже портится, бля, надо морковь продавать. Или надо суп делать. Погнали в шахту. За металлом сходим. Я вроде металл там запускал. Я не помню. Заберем. Там наверняка уже все выработалось. Блин, мне надо было на минус второй, да? Минус первый это обычные камни. Или я эту машину запускал, я не помню, честно говоря, что я запускал. Ага, камень, золото и железная руда. Или я и то, и то запускал. Надо сейчас на минус второй сбегать, посмотреть. Что память меня подводит. Да, тролли тоже что-то работало, да. Так, у нас тут три золота, восемь железной руды, два метиста и два камня. То есть, я так понимаю, он нам будет давать не только железную руду, да? Просто то, что тут нарисовано, будет в приоритете. У нас железной руды тут больше всего получилось. Не, ну, в принципе, очень неплохо. Топливо расходуем, да. Мне вот, кстати, написали в комментариях под последней серией, что топлива понадобится тебе очень много. Вот поэтому, именно поэтому, когда мне все писали, Лумис, заряди машины по полной, что ты мельтешишь, надо больше, надо больше туда. Я говорил, что я специально этого не делаю, потому что топливо может пригодиться для чего-либо. Как выяснилось, похоже, я был прав. Так, у меня четыре золота. Кто-то золото, я помню, скупал прилично. Боб покупал золото по пять, а кто-то золото покупал подороже. Я бы, честно говоря, продал подороже. Был товарищ какой-то, который хотел купить золото, но он вроде... Да, он передумал. Ладно, подождем до следующего дня. Мне, в принципе, не горит. Может кто-то захочет купить золото. Так, у нас уже суббота. Единственное, что меня напрягает, вот за ночь генераторы все дерево пересжигают, да, и как бы я вот не проснулся с утра, у меня ничего не работает, и все испортилось. Я имею в виду в холодильнике еда. Ну вот, один работает, да, но наверняка... Не, нормально. А не, они оба работают. Как будто ночью они вообще топлива не жрали. Странно это выглядит, но ладно. Сомнительно, как говорится, но окей. Так, надо сначала поесть. И на самом деле надо или морковь продать, или сделать пару супов. Морковных. Потому что морковь портится уже. Там еще газета новая пришла. Да, по поводу газет мне тоже написали. Я говорил, что типа газета, баг какой-то одно и то же. А это не одно и то же, это что будет в дальнейшем. То есть воду, повтор статей про воду пишется не потому, что это баг, а потому что воду-то у нас не единожды отключали, так же и касательно всего остального. Вот опять, плотина-плотина. То есть мы узнаем, что скоро выключат воду. Животные. Хороший сон, это мы все читали. Так что да, я оказался там не совсем прав. Так, никто золото прикупить не хочет по дешевке? Ребята, толкаю качественное золото. Не, похоже, Боб опять монополию устроил на скупку золота. Ну ладно, Боб, давай я взяла. Полтинник, нормально. Мне надо книги покупать. Написали, что книги в трех томах продаются. И их нужно скупать. Ну, это было, да, это было понятно до этого еще. Полки 24. Надо столы делать. Сколько нужно? Два стола. Надо стол скрафтить. Так, а там эти не выросли? Нет еще, да? Я, наверное, воду пока не буду тратить, я полью. Так, и что я хотел? Столы. Давайте денег еще подзаработаем. Минь. еще тридцатка хорошо планирую сейчас отправиться в лес господа и дамы опа можно собрать похоже уже да хотя посадил я одновременно но это выросло быстрее а нет это она только я понял тут несколько форм до получается сначала растет растение потом плоды появляются понял принял планирую отправиться в лес и надавать по морда сам волкам которые меня съели но я буду готов я возьму еду с собой я первых сейчас поем и возьму с собой скоропорт какой-нибудь возьму с собой вот я возьму с собой вот эти бред хотя мне надо там сразу чтоб не восстановила несколько хипов я возьму с собой тарелку супа главное не разлить и вот эту вот хрень возьму с собой это правда все весит у меня веса откуда-то дохрена а у меня руды в карманах много горю веса дохрена сам 9 руды таскаю на 36 килограмм так все все равно в карманах есть вес но этот мелочевка который у меня с собой ладно уходим пойдем в лес надо отомстить волчаром и также надо ловушки ставить уже надо уже ставить ловушки так а где проходы в другую эту локацию надо быстрее сейчас бежать до вечера чтоб успеть пока никаких волков не вижу а интересно мне придется с ними заново драться или мне надо будет добить только оставшихся хороший вопрос я думаю заново потому что они же меня сгрызли ничего пока не собираю по пути потому что надо быстрее туда добежать до темноты на обратном пути если что полазим так вот до 35 этот переход на 3 6 не на дерево то я не могу не взять да вот это место роковое где мне по хребту надавали так если что сразу открываем и хилимся а я могу да я могу с инвентарем с открытым бегать отлично сейчас не обосраться бы ну ладно обосрёмся так обосрёмся значит судьба такая а Нет, остатки были Сразу альфа волчара вышел Меня съедят сейчас опять Как он по мне попадает-то, ёб твою мать, а? Давай, последний Бля, это было очень сложно А почему это было очень сложно? Потому что тут несколько было альфа волчар И еды у меня У меня почти битер вся сломалась, ребята И шкур мы почти не получили Вот что самое обидное А, тут новый рычаг они охраняли Нам еще надо поесть, у меня тратится эта энергия Надо быстрее ягоды где-то найти Бля, что самое страшное Так это инвентарь перелеснулся Я пока искал вкладку И с трудом, с трудом, просто на грани Просто на грани Надо уходить, у меня живучесть улетает Надо пройти в предыдущую локацию Собрать ягод Поесть их, чтобы хоть Немножко как-то Вот, чтобы не падало Так, значит там Только был рычаг То есть это вся стая волков Я думал там что-то очень интересное будет Ни хрена подобного Там был рычаг Вот так вот Тарелка супа Надо было две тарелки супа брать Но я чуть не думал, что там так много будет этих уродов А, погоди, так не сохранилось что ли Все, что я собирал Я вроде забирал стекло и деньги отсюда в прошлый раз Похоже не сохранился мой весь поход Да, и тут Весь этот лук лежит до сих пор что ли Да не, ну не весь, но Мне кстати еще надо посадить эти Четыре семени этих Гуараны, да Я так и не посадил Я одно закинул Я не знаю, оно учитывается по одному Или надо сразу четыре раза Посадить Так ладно, уходим отсюда тогда домой Волкам отомстили, рычаг забрали Мишен комплит, я считаю Да, с трудом Просто на тоненьком как-то выехали Ну Выехали Отлично Сейчас посмотрим Не, посадите четыре семьи Надо еще пару ящиков короче делать В смысле не готово Там к тому же вроде все, нет? А вода ему зачем? Ладно, пошли воду возьмем А эти волчары Которые альфа волчары Здоровые Они вроде даже не глушатся Я уже не смотрел там Когда меня доедали Я смотрел на инвентарь И пытался отхилиться Я просто жал кнопку атаки Не, не готово еще Ну ладно Мне значит нужно еще Три катки поставить Да, чтобы Посадить Семена эти Долубанные Так, а сейчас что? Сейчас что? Сейчас надо уже ложиться Хотя я могу немножко Сдремнуть И заняться еще чем-то Перед сном Металл надо посмотреть Там наверное металл уже Переделался Надо забрать его Давай Да, вот сохранение Огромными буквами Но я в этот угол Вообще ни разу не смотрел Поэтому я и не видел Что там сохраняется что-то Отлично Сколько у меня металла? Металл у меня всего Девять, да? Потому что я весь потратил на генератор Давай Разберем дерево Биту разберем Надо новую биту сделать Потому что бита там вообще умирает Уже все И создадим новую биту Да, я вижу Что низкий уровень живучести Но Я думаю Бит он сможет Осилить Прямо долго я так делаю А так Погоди Заново сажать Мне вроде писали, что кукурузу Один раз посадил И все Или я перепутал Что-то опять Это хреново Это все Опять кукуруза Может она конечно стоит Прилично Я не помню Но блин Это Это не очень Интересно Честно говоря По 6 долларов за штуку Ну 30-ку мы получаем А тут по 8 Да? Нет Это продажа Это Они продают мне Никому нахрен Моя кукуруза Больше не нужна А за семена Сколько я плачу 18 Ну В принципе Навар есть Так давайте поспим Тут тогда Я не пойду уже наверх У нас воскресенье Завтра придет хмырь Надо быть готовым Мне надо еще одно Посадить семя Вот этой вот хрени Туда Гуаран Как она называется Гуараны Чтобы квест выполнялся Так А воды у меня нет Или у меня была вода Нет Воды у меня нет Просто цифра не меняется Я думаю Как это работает Так 245 Надо новые книги покупать Ребята Надо купить новые книги Раз мы разжили деньгами О Я могу продать макулатуру Отлично У меня скопилось Так А новые книги у нас У Боба Да Комнаты быстрее Что еще по профит Не взять Более выгодные цены Мне кажется Искусство торговать Переговоров Оно Выглядит Да Оно выглядит хорошо Берем его 85 Оставляем На мелкие расходы Что им нужно Там столы какие-нибудь Я бы сейчас скрафтил Табуретки нужны Да Блин Можно сделать лучше Две полки За 24 доллара Два шкафа Точнее Давай два шкафа Сделаю Это будет 48 долларов На выходе В принципе Неплохо Очень неплохо Наверное Их очень долго Крафтить будет Товарищ наш Да Крафтить он их долго Хотя Не очень Так А что мне нужно Мне нужно рычаг Я у волков Отобрал 20 металла И 10 пластика Нужно Соседка Приперлась Опять Что тебе Опять нужно Женщина Я могу Должить Немного Сахара У меня Нет сахара Извини Надо в принципе Это все покупать Потому что Я какой то Комментарий Видел Под видосом Что Вроде с ними Как то Можно взаимодействовать И это влияет На концовку Если с ними Отношения Хорошие Иметь А Отношения Так понимаю Строятся За счет того Что она к тебе Приходит Да И ты Даешь то Что она просит Я пока Ничего Их не даю Говорю Извини Один раз Соль дал И то она у меня Была Кстати Сахар Вот у меня тоже По идее Должен где-то быть Как в доме Без сахара Но я его тут Нигде не видел Так Мясо Скоро будет Портиться Нам надо Мясо Наверное Приготовить Давай Приготовь Один Стейк Остальное Пока положу Оно Портится Немного Но еще Вроде В кондиции Так Так что Пока Еще Можно Посмотреть Так Скоро Отдыхать Надо Будет Блин Время Конечно Летит С такой Скоростью Не успеваю Ни черта Надо Еще За этими За генераторами Следить Чтобы Подзаправлять Вовремя Так Идет Наш Друг А у У меня Вода Есть Еще Нет Воды Нет Надо Воду Отсюда Забрать Книгу Надо Сейчас Почитать Обязательно Спасибо Где Моя Книга Кстати А я Вроде Книгу Получил Да И продал Шкафы Надо Было Сначала Книгу Прочитать А потом Шкафы Уже Продавать Идиот Ладно Ничего Страшного Так Мы Получили Искусство Торговли Более Выгодные Цены При Торговле Сейчас Посмотрим У Боба 5 А где Более Выгодные 5 Как стоило Так и Стоит Наверное Более Выгодные При Покупке Скорее Всего Да Да Я Кукурузные Семена Покупал За 18 Теперь За 17 Скидка На 1 Доллар Ну Окей Ладно Сомнительно Но Окей Небольшая Но Скидка А у У меня Еще Кукуруза Есть Нам Нужно Еще Эти Делать Бабки Зарабатывать Нужно Еще Делать Эти Катки Значит Мне Нужна Еще Одна Комната Под Огород Потому Что Погоди А чтобы Прогрейдить Огород Что Там Для Этого Нужно Я Могу Его Улучшить Нужны Три Такие Штуки А Что Дает Улучшение Огорода Нам Растение Будет Расти Быстрее Только Скорость Увеличивает Да И Все Я думал Я думал Что-то Еще Будет Но Нет Чего Еще Нет Думай Думай Что Делать Надо Одну Грядку Забирать И Ставить Еще Одну Сюда Катку Эту Бля Иди Вздремни А то Ешь Опять Упадет Так Вздремнули Мы Недолго Почему Потому что Хочу Сразу Сейчас Посадить А я Могу Сюда Поставить Начал С лампой С этой Будет Определиться И Мне надо Семена Куда-то Перенести Потому что Я все Римя На кухню Бегаю Они Мне там Все Римя Лежали Надо Их Перетащить Чтобы Далеко Так Не Бегать Куда-нибудь Сюда Так А сажать Я что Буду Гуарану Буду Сажать У меня Надо Квест Выполнить С этой Гуараной Тут Получается Целая Лампа Под Это Дело Да Надо Как-то Их Распределить Так Чтобы Они Так У нас Центральная Будет Немножко Проседать Все равно Дай Вот так Они Хотя Будут На уровне На одном Стоять Рано Уже Почти Подросла Так что Не страшно Что С водой Воды У меня Еще Четыре Давай Польем Все Что Можем Полить А тут Полито Тут Польем Все Вот так Вот Пусть Будет Что По Энергии Энергия Почти Половина Нам Надо Дозаправить Их Скорее Всего Да Подари Пока Сюда Скину Подсолнечник Я смотрю Его тоже Можно сажать В Катку Да Надо Книги Забрать Заменить Своими Книгами Которые У меня Тут Лежат Торговлю Потом Выращивание Растений Бля Выращивание Растений Надо С собой Таскать Выращивание Растений Надо Таскать С собой Потому Что Если Я хочу Или Переложить Сюда Потом Забрать Так У меня Вот Тут Здесь Книжка Обычная Давайте Туда Хотя Вот Тут Тоже Была Так Надо Ложиться Он Сейчас Опять Помрет Иди Иди Уже Спать Да Уже Ночь Я Все равно Ничего За ночь Делать Не Успею Надо Посмотреть Когда Агент Придет Он Сегодня Придет Надо Посмотреть Когда Без Без Десяти Три Да 14 48 Запоминаем Так Тут Все Растет 14 48 Восемь Восемь у нас еще тут есть я могу еще какую-нибудь книгу купить но я пока хотел посмотреть что тут они хотят у меня купить за крафт опять шкафы покупают по 25 долларов да а кстати шкафы я теперь тоже дороже продаю было же по 24 доллара то есть не только покупка у них уменьшилась удешевилась данной продажи каких-то товаров и увеличилась теперь на 2 доллара больше я приз могу еще два шкафчика сделать пока хмырь этот не пришел у меня же на два шкафа хватает бля где шкафы да два шкафа я могу сделать дерево конечно тратится но это 50 долларов дерево я соберу металл я в принципе или потом куплю на эти же деньги до разберу тем более прокачиваем уровень правда очень медленно но все равно так это можно нет это не еще не можно собрать у меня вода есть кармане ребята баганула что-то где только сейчас заметил ладно и вода есть кармане надо полить а воды кстати я похож теперь понимаю чем речь начала когда мне писали в комментариях что типа ставь еще ведра и убирая их потом если что для игра багует потому что воды на эти катки уходят до хренища просто так мирно обычно еще семена сажать так-то по-хорошему и надо еще одну эту фитолампу делать вот как раз по две оставшиеся грядки а у меня из обычных семян не осталось ничего кста печально штурм надо для грейда верстака стекло металл принципе добываемо стекло из камня металл из металла огурцы я могу их можно потом мариновать но это их в катку надо сажать спасибо за денежку может сразу книжку купить тогда комнаты быстрее растение быстрее эффективнее использовать топливом ё-моё сюда на дороге ярости это отсылочка к безумного максу да давай книгу это купим это очень интересная и полезная вещь я даже сказал сверх полезная вещь так он придет через час этот хмырь у меня тут вроде ничего нет тут мы накроем а сами прилежем отдохнуть так чагин припрется он уже должен появиться буквально через пару секунд да вот он вот он сутулый пёс сутулый идет на эти среди ему прямо на входе тут дубиной по голове ему биты я бы хорошенько бы приложил прям по мышечку смотри мимо прошел просто такой пошел нахер надеюсь он кстати генераторы не услышат моей под землей они шумят тут все в рамках закона мужик вали отсюда я за тобой слежу главное чтобы он еду из холодильника не спер проверить счетчики воды вот тварь тут все нормально вода полная в раковине вообще никто не трогает воду я только сейчас заметил какая у нашего выживальщика аскетичная спартанская кровать голый матрас и все ни подушки ни одеяло просто не не слышал вообще ничего нет на матрасе спит потребление воды один в день но нормально вроде да пятерочка уровень подозритель 0 потребление в норме все хорошо давай валяй сюда тварь 12 числа придет ровно через неделю так есть уменьшен уменьше уменьшенное потребление топлива машинам и прочим механизмам куда сюда правильно отлично просто великолепно вот эту книжку я сейчас заберу а как раз уменьшенное топлива поставим знаете что я думаю надо будет сейчас ходить в лес поставить пару ловушек посмотреть как это работает я смогу ловушки делать простая ловушка для поимки невинных зверушек медвежий капкан раздобыть свежее мясо а вот мне интересно господа кто знает медвежий капкан но он же капкан да он только на медведя медведя тут не видел или в него попадается любая крупная дичь типа волков и прочих тварей напишите пожалуйста я просто не хочу 5 металла тратить в пустоту я сделаю пока наверное одну простую ловушку на пробу у меня тут приманка где-то лежала или она у меня в кармане было нет вроде здесь она была вот да пойдем сходим в лес на ночь глядя посмотрим там на первых этапах на первых уровнях вот зона охоты индюки оленя но не знаю индюк он вы видели когда-нибудь индюка он же здоровый здоровый индюк это где-то килограмм пятнадцать в такую коробочку ну наверно поместится ну посмотрим что получится попадет туда индюк не попадется так тут дерево не заспавниваясь а вот это я бы взял сейчас смузи сделаю домой приду так на втором уровне там дерево не заспавниваясь я бы дерево немножко собрал по дереву я начал проседать после того как начал активно столы крафтить шкафы всякие на продажу чтобы книги купить пока дерево этот не вижу то есть опять же мне писали да типа лумис ходили постоянно в лес за деревом так я хожу она же спавнится не каждый там день раз наверно в неделю я думаю на спавнится а то это было бы слишком легко так ну все тут больше ничего нет ладно уходим сколько у меня с 16 отлично на 2 смузи хватит еще так похавать ну он Надо будет скоро второй холодильник Где-то под землей ставить Потому что в холодильнике крайне мало места Настолько мало, что прям посмотреть больно А, я думал я собрать могу, ни хрена Она еще не выросла А кажется, как будто уже выросла На холодильник нам нужно 3 пластика А, 10 пластика И 10 металла Блин, да холодильник дорогой, удовольствие Скажи вам Так, сундук У меня пока не заполнен, да? Да Ладно, надо, наверное, ложиться Опять мы начинаем топтаться на месте Надо двигаться дальше Так, у нас воду отключили Мне еще на ферму надо сбегать Мне еще на ферму надо сбегать Да все, руки не доходят Просто я уже говорил Что если идти на ферму Это надо дополнительную комнату Рыть под загон для животных А на это пока времени Ну, реально не хватает А как он не готовый-то Вроде же все выросло Нет, растет Ну ладно, окей Да, надо больше ведер ставить, ребята Надо ставить больше ведер Потому что тут активный полив нужен Прям ультра активный У меня так воды не хватит Просто расход будет постоянно из раковины И они-то спалят Нужны ведра Блин, а ведра-то дорогие И надо не забывать Это ведро потом оттуда убирать Потому что максимум два ведра можно Иначе это уже будет подозрительно выглядеть Давай, иди полей Так, это не поливай Тут еще половина Далее, далее Так, что у нас по квестам Посадить четыре этих Мы посадили три Они пока растут Три тысячи лет пройдет Счетчик гейгера У меня тоже пока его нигде нет Куртку бобы Это на нижних уровнях Но там Там холодно Мне одежда нужна Чтоб туда добраться Пойдем сходим в лес Я посмотрю Может, мало ли уже ловушка сработала За ночь А ловушка сработала А ни хрена она не сработала Она не сработала Я думал, сработала Это она просто подгрузилась Так, ладно Сделаем по-другому Пойдем сбегаем На второй уровень Может, там деревья Заспаунились Да, вот они Блин, надо и черники набрать Честно говоря Просто это все так долго Получается Приходишь за одним Тратишь весь день Так, а тут у нас кто? Еноты, индюки, олени Битву на всякий случай достанем Потому что тут волки На втором уровне Вроде уже волки бегают, да? Если память не Не понял А это откуда? Вроде не было Этой дороги опасность Там типа волки поселились Это опять целая толпа волков Так мне от них отбиваться Будет нечем По факту Меня опять съедят Если я сейчас туда пойду, да? Я, конечно, могу сделать так Не, ну давай сходим Посмотрим хотя бы Если что Я всегда, наверное, могу отступить И убежать Пока никого не вижу Нэнси плюс Боб Равно любовь Окей, ладно Да, вон там вроде Кто-то прячется Или нет Странно А что там была опасность? Хотя тут Тут Женни, привет Я тебе ничего не принес Странно Ну ладно, окей Так, это у нее покупка Всего того же, что и Так, а в доме у нее Ничего нового нет? Да не, я вроде дома Я полностью обчистил Как последний негодяй В прошлый раз Ладно, уходим тогда отсюда Или эта табличка Там и была С опасностью Когда надо было Ее дом очистить От волков Я просто уже об этом забыл Такое тоже может Вполне быть Блин, зачем я в шахту пошел Хотя надо, надо Там тоже могло Что-то восстановиться А то день Просто так Пробегаем Так, первый этаж Есть что-нибудь? Есть немного камня, да? аууауауs интересно кирка сильнее бьет чем бита надо проверить будет потому что есть же тоже можно отмахиваться по идее так у меня немного а лет в хранилище ничего не оставлял я думаю на минус 1 сходить смотреть немного камня грибы же темно давай грибы соберем на еду камень заберем раньше все поместилось блин а вот камень кстати может не поместится уже или грибы не поместится а черника ничего не весит да а грибы весят будем грибы есть все уходим у меня полный карман и конечно хранилище но потом сюда возвращаться нет уходим просто уходим а 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 так что я каску не снял что ли а вы не перегруз надо сейчас все разобрать все что у меня тут есть а сколько надо грибов на грибной суп как раз 7 отлично просто отлично где отдохни немного дождя не было дождя не было так ну чё готова уже а и вот она растет постоянно да надо полить а Продолжение следует... Так, камень-дерево мы восстановили, получается. Итого у нас сколько камня в карманах. Надо еще эту хрень выложить. Так, ложимся. Продолжение следует... За ночь дождя не было, это плохо. Это я все переработал. Что у нас еще тут есть? Тут только приманка, надо в лес сейчас сходить, посмотреть. Тут ничего нового, да? Ну вот, паштет неплохо стоит. Кимчи. Шкафы опять продать. Это минус металл. Это 16 дерева и 2 металла, да? Надо посмотреть. Так, нужно полив. Да, вода улетает только в путь, честно говоря. Так, извиняюсь, господа. Телефон. Так, вода... О чем я? О воде. Вода только в путь улетает. А это действительно значит, нужно ведра ставить. Ох, а вот и вода. Потому что запасы мои тают на глазах по воде. Меня это немножко пугает. Так, у меня как раз 2 металла последних. Блин, а дерева тоже мало. Но дерево мне говорили, покупай палеты, разбирай их. Да? И будет тебе дерево. Так, там соседка опять пришлепала. У меня опять для нее ни сахара, ни соли нет ничего. Так, это надо срочно теперь собирать воду каждый раз. Потому что вода нужна. Что ей нужно? Нет у меня сахара, извини. Так, о чем я? Я про палеты, да, говорил? Палеты. Вот, деревянный поддон. 5. 5 дерева за 10 долларов? Ну, в принципе, если я, допустим... Ну да, я все равно в выгоде остаюсь. То есть я покупаю 9 долларов, а продаю по 15. Я могу... у него купить. Бля, ребята, он меня обуть хочет, смотрите. Дешевле покупать 2 палетины? Это будет 18 долларов. А получаю столько же дерева. Ах ты, гад. Обдурить меня захотел. Так, давай на 27 долларов купим. 10 дерева. 15 дерева это мы получим. И переработаем сразу. Надо сахар ей купить. Чтоб она от меня отвязалась. Где-то я у кого-то сахар видел. Потом, когда... Бля, уже ушла. Но она потом еще придет, я ей сахара дам. Ладно, давай поспим. Так, вода. Воду срочно собираем. Как говорится, водный баланс нужно восстанавливать. Так, а тут мы еще ничего нету, да? А что я жду? Я сейчас могу все это крафтить, а потом просто разберу. И продам, да? Ему нужно... Два стола... И два шкафа. Это будет... 60 долларов. Да. И 20 дерева. Я, правда, опять в минусе останусь немножко, потому что я это купил на 15. Как же он долго их делает, господи. Хотя у меня прокачка уже первого уровня есть. Я просто хочу разом сейчас все продать. Вот и день прошел, да? За разбором всех этих вещей. Надо заряжать. Сейчас выключится у меня генераторы. Бля, мне нужна еще одна коробка, чтобы квест выполнить. Мне нужна еще одна долбанная коробка, чтобы закрыть квест. А для этого нужна почва. А у меня нет почвы. Надо или купить... Купить почву. Надо комнату копать дополнительную. Спасибо за деньги. Извини, я с тобой не поговорю. У меня дела. Так, смузи скидываем. Сахар пусть в кармане лежит. Тут полив нужен. Знаете, что мне еще нужно, господа дамы? Мне еще сушилку нужно делать, чтобы делать энергетики и их продавать. Потому что я вот посадил в трех ящиках, да? Эту гуарану. Или как там ее, черт возьми? А я по факту ее употребляю только в таком виде ягод. А из нее же энергетики нужно делать. Кто-нибудь покупает энергетики, интересно? И что они стоят? Пока все печально. Пока я не вижу, что кто-то покупал энергетики. Может, бабуля энергетиками балуется? Боб, ты? Бля, энергетики никто не покупает. На кой хер они тогда мне нужны? Четыре ящика я... Ну, я потом уберу тогда эту гуарану, если она никому не вперлась. Я думал, вот кто-то тут энергетики будет покупать. Ну, нет. Может, просто не день? Надо подождать. Ладно, давайте ложиться спать и будем заканчивать на сегодня, я думаю. Так, быстро время летит. Очень быстро время летит, потому что постоянно чем-то занимаемся. За то, что волкам отомстили. Рычаг нашли, кучу книг купили. Торгуем мебелью. У нас новая газета. Опа! Опа! Ребятки, почтальон пропал. Вот это поворот. Давайте читать. Пропажа мистера почтальона. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Полиция уведомляет, что вчера началось расследование по делу пропажи мистера почтальона. Ожидается задержка в доставке писем и посылок. Просим горожан, которые вступали за последние дни в контакт с пропавшим, предоставить информацию в свой полицейский участок. Помните, гражданская помощь невероятно ценна. Твою мать! Почтальон нас перли. Это теперь у меня посылки. Да-да-да, видите, письма. Почтальон пропал. А, нет, погоди. Он пропадет. Его не будет в воскресенье и в понедельник. Это же в газетах пишут то, что случится. Пока он есть. Хорошо. Надо ориентироваться теперь еще на пропажу почтальона, когда ты что-то закупаешь. Так, продаем макулатуру. Блин, не, вроде кто-то энергетики покупал. Я помню, я видел. Или я хотел, чтобы кто-то их покупал. Просто, я думаю, ставить сушилку, да? Но энергетики мне полезны, в конце концов. Что для сушилки надо? Так, пойдем отсюда воды наберем. Я ж могу пользоваться водой. Мне просто нельзя слишком много ее расходовать. Так-то я могу и пользоваться. По факту. Что мне надо для сушилки? Сушилка. А, надо 8 металла, да? А сушилка, она вообще ее можно держать дома? Нет? Надо будет посмотреть. Я думаю, может потратить немножко топлива. И металл машину запустить, чтобы деньги сейчас лишние не тратить. Потому что металл я весь спустил, да? Топлива у меня 5. Давай, да, давай я две канистры сейчас залью, сбегаю. И будем заканчивать тогда. Так, только надо что-то перекусить. Так, мистер почтальон, говорят, скоро вас кто-то украдет на пару дней. Наверное, на промывку мозгов отправят. 160 долларов у меня маловато. Нужно больше денежков. Надо еще ловушку проверить. Я ловушку не проверил. Давайте сразу на минус второй. Ничего тут пока собирать сейчас не будем. Тупо загрузим бурилку топливом и уйдем. На два цикла. Так, что у нас? Да, тут, конечно, соблазнительный камень и все дела, но надо уходить. Субтитры создавал DimaTorzok Так, есть. Вы серьезно? Перья? Перья? А где мясо? Какие нахрен перья? Мне нужно мясо. Мне нужен результат. Перья. Окей. Причем одно там перо, да? Кто-то хвостом, видать, туда попал и убежал. Перья. Надо будет потом сюда сходить за деревом, раз тут дерево заспавнилось. Так, куча всякого барахла в кармане. Где соседка, которой нужен был долбанный сахар? Я ради нее деньги потратил. Я ее и след простыл. Так, у меня деревяха в кармане, да? Не переработанная. Я не знаю, перья... Напишите, господа, кто знает, можно перья продавать? Или их тоже нужно будет на одежду какую-то использовать? Например, на шапку вождя племени с перьями на голове. Что-то в этом роде, если только. Так, мы теперь можем в течение дня сохраниться, да? Как выяснилось. Для этого надо только немножко вздремнуть. Вот, сохранение. Отлично. Что ж, господа, дамы, давайте на этом на сегодня заканчивать. Купили книги, активно занялись столярным ремеслом. Шкафы, стулья, столы. Все это крафтим, продаем. Да, просели по дереву, конечно, но восполняем его в лесу. Отмудохали волков. Они, как выяснилось, охраняли рычаг на следующий уровень в лесу. Но для этого нам еще нужно 20 металла и 10 пластика надыбать. Поставили фитолампы. Растим в катках эти гуараны. Нужна четвертая катка, чтобы квест закрыть. Пока эти гуараны бесполезны. Их плоды нужны для энергетиков. Но их нужно для этого высушить сначала. Надо ставить сушилку. Поставили второй парогенератор. Они покрывают пока все наши потребности, эти парогенераторы, запасом. У нас еще... Ну, короче, счетчик сейчас нам не покажет. Да, в этой игре он такой вредный. Наверное, потому что у меня на паузе. Вот. У нас чуть меньше половины. Идет расход. Нормально. Очередную проверку прошли отлично. Появились известия о том, что... Кто-то вскоре сворует почтальона. Буквально на пару дней. Наверняка его поведут на допрос в правительство. Надеюсь, он вернется нормальным. Надо будет потом присмотреться к нему. А так потихоньку движемся. В следующей серии... Надо будет сбегать в лес. Забрать дерево. Надо будет сбегать в шахту. Забрать металл. Потому что для сушилки он мне нужен. Надо будет поставить еще одну катку, чтобы высадить четвертые семи гуараны. И выполнить квест у бабули. Короче, до хрена всего. Еще такой вопрос. Как мне скрафтить одежду? Я пока не вижу нигде ни рецепта. Ничего. Мне что нужно? Просто мне надо спуститься в шахту на четвертый уровень. Там холодно. Нужна для этого одежда. Я вроде шкуры волков уже набрал. Крафта одежды нет. Или мне надо торговать с... С охотницей, да? Чтобы там появился какой-то рецепт куртки. Или я мог купить у нее теплую куртку. И потом ее разобрать и крафтить. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Буду крайне благодарен. На этом на сегодня заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии. Пишите советы. Вопросы, которые я задавал. Если у вас есть ответы, пишите. Все читаю. На все отвечаю. Благодарю за активность. Ставьте лайки. Это привлекает на канал новых любителей хорошей мебели. И продвигает видео. Подписывайтесь на контакт. Рутуб, там выкладывается то же самое. Плюс твич. Туда идут рестримы с ютуба. Инфа по стриму выходит в сообществе на ютубе. В группе вконтакте и в дискорде. В дискорде залетайте. Всех жду. Ссылка в описании. Стримы у нас проходят практически каждый день. Всеми мска. Залетайте. Всех буду рад видеть. На этом все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное помните. Воды много не бывает. Запасайтесь водой. Всем спасибо. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok